Комплексный план социально-экономического развития Арсеньева разработают до конца 2022 года. Его реализация потребует около 36 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. Об этом шла речь на совещании по социально-экономическому развитию муниципалитета под председательством губернатора Олега Кожемяка. План разрабатывается на период до 2030 года. Его необходимо обсудить с населением городского округа и до конца года направить в правительство России. Он включает в себя все сферы жизни. Аналогичный документ уже разработан для находки. Сейчас он утверждён и реализуется. Напомним, с инициативой создания плана глава региона выступил на совещании под руководством полпреда президента России в Дальневосточном округе Юрия Трутнева. В Москве Трутнев предложение поддержал. «Состоялось совещание при Юрии Петровича Трутнева. Мы по обращению завода поднимали вопрос, связанный с строительством здесь арендного жилья. Это было поддержано Юрием Петровичем, было поддержано президентом нашей страны в силу необходимости выпуска той продукции, которая сегодня идёт на нужды обороны. Ну и, соответственно, мы с вами готовили план социально-экономического развития. И данное поручение на ближайшее время его подготовить, обсудить с населением, представить правительство Российской Федерации для того, чтобы получил федеральную поддержку для того, чтобы те объекты, которые будут здесь созданы в течение этих восьми лет, вносили в жизнь города определённые положительные моменты с тем, чтобы была создана вся необходимая городская инфраструктура, жильё, социальное, культурное, туристическое. Поэтому нужно будет определиться по тем объектам, которые есть сегодня в плане, ещё раз их проанализировать. Обязательно это дать на обсуждение населению, те проекты, которые они посчитают нужными вести. И не затягивая это время, уже в декабре представить такой готовый план на утверждение полномочного представителя и правительства Российской Федерации. По словам Олега Кожемяка, город должен быть привлекательным, удобным для жизни, иметь задел для дальнейшего роста. Это и строительство арендного жилья, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, комфортной среды. Глава Приморья поручил включить в план и оснащение местного колледжа, строительство общежития. Учебное заведение будет поставлять кадры арсеньевским авиастроителям. Развитие Арсеньева должно происходить не только за счёт бюджетных средств, но и с привлечением инвесторов. Сейчас просто сверили те направления, которые будут включать работу, связанную с капитальным ремонтом, реконструкцией, прежде всего, объектов социальной инфраструктуры, школы, больницы. Это учреждение дополнительного образования, это спортивные объекты и со строительством, в том числе и с реконструкцией. Это, конечно, благоустройство территории города, это дороги, это инженерная инфраструктура, теплотрассы, водопроводные сети, канализация. Это, конечно, за счёт инвесторов проекты по развитию туризма, по развитию такой торговой инфраструктуры, развлекательной инфраструктуры города. И, конечно, этот проект включает в себя строительство арендового жилья и для работников завода «Прогресс», завода «Осколье», также для работников бюджетной сферы.